Продолжу рассказ о своей коллекции ламповых радиоприемников. Как я уже говорил, основное направление коллекции это портативные батарейные переносные ламповые радиоприемники. Но есть у меня и парочка стационарных радиоприемников. По простой причине они тоже очень-очень небольшие. Вот они два радиоприемника производства Philips. Этот приемник Philips Deluxe конца 50-х годов и Philips Filetto начало 60-х годов. Размер, как видите, очень небольшой. Для примера специально взял шариковую ручку показать. То есть они высотой приблизительно разменом с шариковую ручку. Приемники, как обычно, все у меня в хорошем рабочем состоянии. Вот мы включим и ждем прогрева. Это ламповые радиоприемники на нормальных обычных лампах с косвенным накалом. Поэтому им требуется прогрев. Как видите, лампы подсветки шкалы затухают. Почему? Да потому что этот приемник сделан очень интересно, чтобы полегче быть по бестрансформаторной схеме питания. И лампочки подсветки шкалы используются в цепи снижения напряжения для питания ламп. Подождем немножко прогрева. Приемник, видите, обладает зеленым глазом. И он является чисто ламповым. То есть, сейчас уберу пока звук. В те годы уже применялись полупроводниковые элементы, например, селеновые выпрямители. Но в этом приемнике для выпрямления напряжения применен кинотрон. То есть, лампа. Вот, посмотрим его работоспособность. Это средняя волна. Это ультракороткие волны. Слово печаль теперь мне стало тезкой Буковской. Мытую морковь. Надежда, ай, компас земной, А удача наградка за смелость. А песни доволено одной, Чтоб только доме в ней петь. Прием осуществляется у меня в квартире на втором этаже панельного дома, Всего лишь на кусок провода длиной в один метр. Перейдем на средние волны. Приемник является всеволновым. То есть, у него есть и длинные, и средние, и короткие, и ультракороткие волны. Как тогда было принято ультракороткие волны, или то, что модно называть словом FM, до 100 МГц. Но, в принципе, у нас около десятка станций в Минске работают. Выключаем этот. И быстренько покажу и второй радиоприемник Philips Philips. Тоже включаем. Как видите, вообще очень красивая подсветка. Приемник реально очень красивый, очень элегантный. Слоновая кость с золотом. Очень красиво выглядит. Так, приемник прогрелся, но, к сожалению, не могу включать надолго громко, потому что YouTube очень жестко контролирует авторские права. Ну, вот, не Бога, добавлю. Подождите, я вам хочу машину подарить. Видимо, планеты улучшаются. Если есть желание наблюдать себе на планете, то следите за телеграм-каналом Минск. Ну, вот, наверное, как-то вот так. Выключаем, чтобы не нарушать авторские права. В принципе, наверное, это все, что хотел рассказать, показать. Приемник, единственное, что добавлю, собран уже по классической схеме, то есть трансформаторный, достаточно тяжелый, и, наверное, уже, по-моему, с селеновым выпрямителем. Вот, как-то так. А, ну, на заднем плане вы видите часы советские под названием «Сова» 85-го года выпуска, который я до сих пор использую по прямому назначению. Все, спасибо за продолжение. Скоро-то расскажу еще о нескольких экземплярах радиоприемников в моей коллекции. Вот, наверное, слева направо. Это вот такой вот красивый радиоприемничек советский. Рига-302. Что он у меня делает? Он же транзисторный. Потому что это один из первых приемников длинными, средними и ультракороткими волнами. Это наши выпустили его в 69-м году, когда японцы уже выпустили, вот, как я уже раньше показывал, вот такой вот красивый в 65-м году, тоже со средними и ультракороткими волнами. А эмфы, эмпа, как они называли, была такая же версия этого приемника, еще и с длинными. То есть практически точная копия нашей Риги. Дальше на переднем плане маленькие тоже ламповые радиоприемнички. Это приемник, смотрите, новал демпа, совсем небольшой, но он отличается тем, что он имеет на одну лампу меньше и работает только как на наушник, только на наушник. Интересный аппарат вот этот National. Если кто помнит, наверное, National, National Panasonic, это один из самых первых аппаратов фирмы Мацушита. То есть прообраз наших панасоников, про отец. Тоже, по-моему, работает. Удобно сделано выключение отдельно, регулировка громкости отдельно, от чего не изнашивается регулятор громкости. В следующем ряду стоит еще один приемник того же производителя, новал демпа. Чем он интересен? Тоже ламповый. Интересен тем, что, если обратите внимание, все вот эти радиоприемники в те времена делались вот с такой ручкой для переноски. И в предыдущей серии, что я показывал, они все с такой ручкой. Этот приемник ручки такой не имеет. То есть он вообще по виду ничем не отличается от транзисторного. Поэтому интересен. Слева вот такой вот малыш стоит. Совсем малыш. И это тоже ламповый радиоприемник. Ну, в отличие от предыдущих, которые сделаны, то, что у нас называется пальчиковые лампы, на пальчиковых лампах, или как буржуй называет их миниатюрными, этот сделан на совсем маленьких лампах. У нас их часто называют мизинчиками, мизинчиковыми или стержневыми лампами. Вот такой совсем маленький, практически карманный радиоприемник. По лампам, наверное, все. Просто для интереса расскажу, что здесь еще есть. Сзади стоят два транзисторных радиоприемника. Почему? Да потому что вот этот приемник в 1972 году был подарен моему отцу на день рождения. А вот этот приемник в 1971 году был подарен еще моей бабушке. Вот так вот просто они здесь исторически. Дальше еще что там. Вот такой маленький радиоприемник «Зорька». Это был радиоконструктор когда-то в свое время. Он у меня по простой причине тоже. Это такой приемник. Это первый, что я сам собрал когда-то еще, наверное, лет в 14-15 из радиоконструктора. Так. На заднем плане просто случайно оказавшийся у меня радиоприемник. Последний океан. Океан РП-270. Когда-то, кстати, я собрал полную коллекцию всех, наверное, практически моделей океана под 30 штук. Держать их было негде. Поэтому я со всю коллекцию подарил музею. О себе оставил только первый, о котором я скажу позже. И вот этот последний океан. Потом узнал, что у него, оказывается, был прототип. Это радиоприемник. Вот такой панасоник стоит дальше. Не буду уже их вытаскивать. Ну и последний, что там стоит, когда-то привезенный в качестве для себя вещи, все время хотел попробовать радиосканер. Вот вылез он оттуда. Это вот такой радиосканер. Радиосканер когда-то привез из Америки. поигрался с ним. Ну и поставил на полочку. Вот как-то так. И ниже пара аппаратов, про которые, по-моему, уже рассказывал. Есть отдельное видео. Это всем известный магнитофон Весна-202. У меня он, потому что это был первый мой магнитофон, подаренный мне отцом на 16 лет. Вот до сих пор стоит. Это, к сожалению, не он сам, а точно такой же магнитофон олимпийский. И всем известная радиола Мрия, то есть у нее сверху находится еще и проигрыватель под крышкой. У него у меня есть отдельное видео. И такой маленький диктофон называется Электрон-52Д. Известен тем, что он снимался в качестве диктофона Штирлица. Это можно посмотреть в гугле. Сзади просто раз уже попался на глаза. Это цветомузыка маленькая в виде машинки, которую я когда-то сделал много лет назад. Ну, наверное, на этом все. Будем на этом заканчивать. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова